Спасибо. Вадим Николаевич Прокопенков. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы отметили, Севастополь занимает особое место в истории России. Но вот так сложилось, что до настоящего времени не было обобщающего исследования фундаментальной научной работы по истории нашего города. И вот начиная с 2018 года, за сравнительно небольшой отрезок времени, нам удалось провести и создать полноценный академический труд по истории города-героя. И над трехтомным изданием трудилось более 50 человек. Нас курировали ученые из Института Российской Истории, Академии Наук. Но вот основные тексты, основная работа в архивах, конечно, осуществлялась севастопольскими историками, исследователями. И необходимо отметить, что весь проект, вся эта работа наша шла под эгидеросийского исторического общества. А вот в Севастополе вдохновителем, инициатором и ответственным редактором стал Екатерин Борисович Налтабаева. Важно отметить, что созданный Вами фонд истории Отечества осуществил такую, можно сказать, беспрецедентную, очень ключевую работу по координации усилий всех участников проекта. И, что немаловажно, помог в осуществлении и решении финансовых и организационных вопросов. А фонд истории Отечества, его средства помогли начать такой начальный объемный этап работы. Необходимо, конечно, ответить и роль регионального нашего правительства, губернатора Севастополя, который помог завершить реализацию этого проекта. И вот нам очень бы хотелось, чтобы это издание стало доступно не только крымчанам, севастопольцам, но и гражданам всей нашей необъятной Родины. И вот, что особенно важно, на чем захотелось заострить внимание, чтобы он стал доступен для соотечественников за рубежом. И вот обязательно хочу сказать, искренне пожелать выразить вам благодарность от нашего авторского коллектива за то, что в вступительном слове, в обращении к читателям вы указали на особую роль Севастополя в судьбе России. Ну и, конечно, на скромные усилия нашего авторского коллектива. Спасибо вам большое за это. Вам спасибо за вашу работу. Она чрезвычайно важна, так же, как и другие направления нашей деятельности. Это фундаментальная научная работа, исследование истории юго-западного Крыма в Севастополе с древнейших времен до 2014 года. Это коллектив замечательный. Работа нужная. И нам нужно не просто... Конечно, мы должны опираться в своей работе не просто на лозунги, да, а на серьезные научные исследования. Мы должны помнить, что эта, вообще-то, территория осваивалась нашими предками, нашими предками в доисторические времена, как бы тогда наши предки ни назывались. Это наши предки были. И гуны, там, и другие народы, скифы и так далее. Это тоже наши предки. И в X веке, насколько я помню, часть этой территории напрямую входила в состав древнерусского государства. Это чрезвычайно... Все это вот... Все, чем мы гордимся сегодня, отчего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьезную научную исследовательскую базу. Вот вы этим и занимаетесь. Это один из фундаментальных трудов. Надеюсь, что работа подобного рода будет продолжена не только в Кроме, но и в других территориях Российской Федерации. А вам за это большое спасибо. Оставить слово Андрею Витальевичу Малькину, да? Правильно? Да, правильно. Мы сегодня много говорим об истории, о наследии, о памяти. Это не случайно, поскольку мы говорим о Крыме. И я знаю, что вы уже в течение двух лет поддерживаете такой важный проект, который основан целым рядом общественных институций. Этот проект называется «Бессрока давности». Он посвящен восстановлению памяти о Великой Отечественной войне и о тех мирных гражданах Советского Союза, которые стали жертвами фашистской оккупации, жертвами геноцида. И этот проект чрезвычайно близок к нам, потому что и Крым находился в течение долгих трех лет под немецко-фашистской оккупацией. И эта оккупация стоила ему почти 100 тысяч жизней. Но это близко нам еще и потому, что мы сами 7 лет назад столкнулись с поднимающим голову нацизма, с этой возрождающейся идеологией. И это определило во многом наш выбор тогда, 7 лет назад. И во многом именно поэтому мы находимся сейчас в России. Вот эти все мысли вдохновляли нас, когда мы воссоздавали с помощью многих регионов Российской Федерации, когда мы создавали мемориал, посвященный концлагерю, который находился на территории Симферопольского района. Это концлагерь на месте бывшего совхоза Красный, где в течение оккупации, где во время войны погибло до 15 тысяч мирных, преимущественно мирных граждан и военнопленных. И вот этот объект, он сегодня является уникальным в России. Больше памятных мест, связанных с концентрационными лагерями, с местами принудительного содержания советских граждан на территории нашей страны пока еще нет. И вот этот проект без срока давности, он дает нам возможность узнавать все новые и новые имена, новые подробности тех трагических событий и увековечивать на стене памяти тех людей, которые когда-то отдали жизнь из-за этого. Пусть они не были военными, но может быть их вклад, он до настоящего времени не был достаточно оценен в победу, но он тоже был весьма существенным. И большое спасибо вам за поддержку этого проекта. У нас есть и другие инициативы, которые мы бы хотели в рамках вот этого мемориала реализовать. Продолжу сложившуюся уже здесь хорошую традицию и позвольте в этот важный год, а для нас это очень важный год. Это год 80-летия начала Великой Отечественной войны, это год столетия Центрального музея Таврины, в состав которого входит мемориал, мы тоже будем отмечать в этом году, это важную дату. Пригласить вас, Владимир Владимирович, посетить это уникальное во всех отношениях место. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей Витальевич, вам спасибо большое тоже за приглашение ваше. Работа чрезвычайно важна. Ведь в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, это всему миру хорошо известно, Советский Союз, Россия понесли самые большие, невосполнимые потери. Посчитать до сих пор невозможно. Последняя цифра, которая называется 27 миллионов человек, которые погибли. Но ведь в основном это мирные жители, мирные граждане нашей страны. В основном. Ведь боевые потери были гораздо меньше. Это безусловно, а что же это вы, если это не геноцид? Конечно. И вот то, что вы делаете, то, что не даёте зарубцеваться памяти по поводу этих событий, трагических событий, конечно, чрезвычайно важно. Важно и для нас, для нашего самосознания, для самосознания нашего народа. Важно для всех, для всего мира. Для чего? Для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Чтобы все понимали, к чему ведут такие идеи, которые легли в основу идеологии фашизма и его практической деятельности преступной. Вот, когда мы говорим о ростках, на ростках возрождения подобного, подобной человеконенавистнической идеологии. Вот это и очень важно для сегодняшнего дня, когда я говорю, чтобы никогда ничего не повторилось. Вот это очень важно, чтобы человечество не забывало по эти трагедии подобного рода. Вот вы как раз этим и занимаетесь. Вы и не даёте никому это забыть. Чрезвычайно важная работа. У нас с музеем, как правило, связано нечто такое, что досталось нам из прошлого, находятся или в залах, либо в запасниках, и мы время от времени приходим понаслаждаться этими произведениями искусства. У вас другой музей, у вас живой музей, и вы придаёте ему это вот, это качество жизни. Спасибо вам большое, и хочу вам пожелать успехов. Конечно, будем поддерживать вашу работу дальше. Спасибо.